В прошлом году, когда состоялся первый молодежный форум по онкоурологии, тогда проводился видеобаттл, Сергей Александрович, Александр Михайлович Попов организовали очень такое насыщенное обсуждение с этапом нехирургического вмешательства. С учетом все-таки ограниченного времени я сегодня попытаюсь систематизировать доказательную базу по радикальным цистектомиям и прям по тезисам пройтись в отношении хирургического лечения. И, в принципе, наверное, на этом слайде можно было закончить о том, что какая цистектомия является успешной, та, которая имеется в качественно отобранные пациенты, и если вы решили все вопросы реабилитации ранее этого пациента после радикальной цистектомии. Но все ли так просто? Итак, показаниями для выполнения радикального лечения при неметастатическом раке мочевого пузыря здесь представлен обзор из ведущих мировых рекомендаций. Все сходятся на том, что это мышечно-инвазивный неметастатический рак мочевого пузыря, либо рак мочевого пузыря мышечно-неинвазивный, но высокого риска прогрессирования. Некоторые рекомендации дополняют редкие ипотипы уротелиального рака, такие как саркоматоидная, плазмоцидоидная дифференцировка. Если она была выявлена, то все-таки этим пациентам уже изначально требуется выполнить радикальную цистектомию. Где же может быть успешно выполненная радикальная цистектомия? И в принципе, наверное, с этим вопросом больше сталкиваются сами пациенты, когда пытаются найти центр по выполнению хирургического лечения. По рекомендациям Европейской ассоциации урологов, это центр, который считается центром по радикальной цистектомии, должен выполнять не менее 20 цистектомий в год, лучше 30. И по анализам было показано, что если выполняется более 11 цистектомий в год, то частота летального исхода сокращается практически в два раза. Кроме того, выполнение радикальной цистектомии в клиническом научно-практическом центре позволяет пациенту получить в два раза более объемное лечение, помимо хирургического лечения. То есть это получить радиотерапию и лекарственное лечение. В отношении хирургических аспектов мейнстримом по-прежнему последние 10 лет остается роботическая цистектомия, которая не показала ухудшения каких-либо онкологических результатов. Наоборот, демонстрируют такие же результаты по выживаемости без прогрессирования в сопоставлении с открытой хирургией. Кроме того, из последних обзоров JAMA в 2022 году оценили отдаленные результаты, функциональные результаты после роботосистированной цистектомии, где показано, что уже после пяти недель наблюдения после роботической цистектомии, пациенты после роботической цистектомии в функциональном плане по опросам имеют большие преимущества. Время выполнения хирургического вмешательства в среднем по тем исследованиям, которые занимались этим вопросом, срок выполнения хирургического вмешательства от времени постановки диагноза должен составлять около 90 дней. Стандартно это время не регламентировано, но все-таки считается, что нужно его придерживаться, потому что увеличение промежутка этого времени от момента выявления диагноза дорадикальной цистектомии увеличивает риск смертности на 34%. Если мы рассматриваем время от выполнения трансуртральной резекции до радикальной цистектомии, риск увеличивается на 18%, и гораздо меньше процента, это всего 4% разница увеличения риска смертности, задержки операции после неандивантного лекарственного лечения. Объем операции. Я не буду говорить о том, как нужно удалять мочевой пузырь, акцентирую внимание на таком понятии, как сперринг, цистектомия, то есть органсохраняющая цистектомия. В частности, на данном слайде приведен систематический обзор такой цистектомии у мужчин, когда идет сохранение либо семенных пузырьков, либо капсулы, либо собственно предстательной железы. И было показано, что негативного влияния на локальный рецидив, на отдаленное метастазирование не выявлено. В то же время показаны действительно такие интересные функциональные результаты в плане континенции и потенцию этих пациентов. В этом году на сессии Европейской ассоциации урологов прошли дебаты на эту тему, и обсуждался вопрос, как же все-таки у нас обстоят дела с онкологическими результатами, потому что при выполнении радикальной цистектомии в 24% встречается инцидентальный рак предстательной железы. В целом, если посмотреть, то наибольший оптимальный вариант уродеривации для того, чтобы сохранить функциональные результаты у пациента, является формирование необладера. Но если посмотреть в среднюю часть, то частота формирования необладера за последнее время никак не поменялась. Она была и находится всего около 10%. При этом то, о чем я говорила раньше, что вероятность того, что не выявится распространение уротелиального рака, например, на предстательную железу, встречается у каждого третьего пациента. В 45% при повторном секонд-лук не выявляется опухоль мышечно-инвазивная рака мочевого пузыря. Все в совокупности у мужчин влияет на то, что сохраняется тенденция к увеличению стадии заболевания после выполнения радикальной цистектомии. Что имеем мы у женщин? Увеличение частоты эндометриального рака. Кроме того, также увеличение статистики, связанной с авариальным раком. И рекомендация Американского колледжа акушерства и гинекологии рекомендует в случае, если мы выполняем органсохраняющую операцию у женщин, все-таки выполнять оппортунистическую сальпингоэктомию. Это связано с тем, что, может быть, морфологи меня поправят, эпителиальный рак яичника чаще всего развивается из внутренней оболочки фаллопиевых труб. И если мы хотим сохранить гормональную функцию у женщин, то яичники оставлять можно, фаллопиевые трубы все-таки рекомендуется удалять. В отношении гендерных различий по функциональным результатам тоже представлены результаты в этом году. Долгосрочное наблюдение представлено на АСКО-ДЖИЮ. Вне зависимости, какой тип уродеревации выполняется, к сожалению, гораздо худшие результаты, в частности, после 48 месяцев наблюдения выявлены среди женщин. При этом установлена четкая корреляция между уровнем социальной жизни и уровнем поддержки семьи среди женщин. То есть в семьях, в которых оказывается поддержка именно женщин, опять же, вне зависимости от типа уродеревации, те имеют более высокие функциональные результаты после операции. В отношении объема выполняемой лимфоденектомии у нас есть четыре типа лимфодисекции. Это ограниченная, стандартная, расширенная и суперрасширенная лимфодисекция. Тип лимфодисекции по стандартам не определен. Однако, если сопоставить онкологические результаты после расширенной лимфодисекции и ограниченной, она достоверно улучшает выживаемость без прогрессирования для этих пациентов и опухольспецифическую выживаемость также для этих пациентов. К сожалению, по метанализам, которые сравнивали суперрасширенную лимфодисекцию, долгосрочные результаты не оценивались, поэтому однозначно утверждать, например, что еще более расширенная лимфодисекция будет иметь хорошие онкологические результаты, к сожалению, на сегодняшний день нельзя. При сопоставлении частоты осложнений, расширенная и стандартная лимфодисекция имеют одинаковую частоту развития лимфоцели. При этом, да, время операции увеличивается в случае выполнения расширенной лимфодисекции, но что это нам дает? Среднее число удаляемых лимфодисекций в случае расширенной лимфодисекции составляет 39 лимфодисекций. При этом вероятность того, что мы качественно хирургически стадируем пациента и определим стадию заболевания Н2-Н3 повышается на 30%. Что это нам дает в перспективе? Возможность правильно и качественно назначить одевантную терапию этим пациентам. В отношении определения хирургического края мочеточников и уретры. Я считаю, что этот вопрос по-прежнему актуален. Представлен свежий обзор из 2022 года по анализу частоты поражения позитивного края уретры либо мочеточников. Для уретры специфичность и чувствительность frozen section составляет порядка 86% и, соответственно, специфичность 95%. Для мочеточников несколько ниже, но на онкологическом плане это позволяет нам вовремя интероперационно скорректировать тактику на операции. И я считаю, что то, что вы потратите время на выполнение определения позитивного края, как уретры, например, при формировании необладера или оценки хирургического края мочеточников плюс 20 минут, это никак выраженно не сыграет на времени операции. В отношении вариантов деривации тут нововведений никаких нет. Безусловно, есть различные возможности использования различных отделов желудочно-кишечного тракта. Мы, например, предпочтение отдаем все-таки тонкому кишечнику, а именно подвздошному отделу. Прежде всего, это связано с функциональными особенностями этого отдела, который не так сильно задействован в пищеварении и имеет, безусловно, гораздо улучшенное кровообращение, число аркад в сравнении, например, с тощей кишкой. При сравнении вариантов уродеривации, первые статьи, это 90-е годы, это левая часть слайда, сравнивали ортотопическую и гетеротопическую деривацию. Разницы по числу осложнений получено не было, но гораздо более позднее исследование 2017 года при регрессионном анализе показало, что вероятность повторной госпитализации в течение 30 дней после цистектомии для ортотопической деривации увеличивается в 2 раза. В отношении частоты повторной госпитализации, как я уже сказала, радикальная цистектомия даже опережает операции на легком, на пищеводе, на поджелудочной железе. Чаще всего повторные госпитализации возникают в течение первых двух недель после радикальной цистектомии, и, как правило, это связано либо с инфекционными осложнениями, может быть связано с несостоятельностью анастомозов, что приводит, безусловно, к увеличению финансовой нагрузки, и они еще называют финансовая токсичность, слово такое красивое. На АСКОДЖИЮ в этом году были тоже представлены результаты финансовой токсичности по хирургическому лечению мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Были оценены не прямые затраты, а косвенные за счет оценки нагрузки на страховую систему. К 2030 году стоимость лечения рака мочевого пузыря в Соединенных Штатах Америки составит порядка 12 миллиардов долларов. Что в эту сумму входит? В эту сумму входит, безусловно, стоимость непосредственно хирургического лечения, и, как в правой части слайда вида, чем больше, чем распространеннее степень заболевания, тем выше финансовая нагрузка на систему здравоохранения. При этом именно добавочную стоимость на это лечение дают осложнения, связанные с лечением. И в нижней части графика видно, что цистектомия дает наибольшую финансовую токсичность, нагрузку на систему. В заключении коротко разрешите остановиться на основных положениях, которые связаны с цистектомией. Это срок проведения лечения, который не должен превышать 90 дней. Это объем лимфодисекции. Я все-таки считаю, что как минимум расширенный вариант лимфодисекции должен выполняться при радикальной цистектомии. В случае, если мы выполняем сперринг цистектомию, то необходимо оценивать риск наличия инцидентального рака, либо риск развития конкурирующего онкологического заболевания. И с учетом того, что осложнения значимо влияют на стоимость лечения, проведение исследований по профилактике и раннему выявлению рака мочевого пузыря с целью снижения финансовой токсичности. Благодарю вас за внимание. Спасибо огромное за интересный доклад. Один вопрос возник, когда вы сравнивали робот-ассистированную лапароскопическо-открытую цистектомию. Ну, был слайд такой. Вы сказали, что функционально робот лучше. Это функционально в чем выражается? Для ортотопической пластики или это в чем-то другом? Нет, они сопоставляли результаты по опросникам ИОРТСИ, континенция и сохранение потенции у пациентов. Там были контрольные точки до 5 недель, 5-12 недель и больше 12 недель. После 5 недель получена достоверная разница в пользу пациентов после роботической цистектомии. Для ортотопической пластики? Да. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руку, в чьих лечебных учреждениях выполняется цистектомия? В чьих лечебных учреждениях выполняется больше 10 цистектомий в год? Больше 20 цистектомий в год? Больше 30 цистектомий в год? Ну, с учетом той статистики, которую я подвела за 10 лет, по-моему, Александр Константинович должен был докладывать это, среднее число цистектомий, которое мы выполняем, 52 цистектомии в год. Причем по нарастающей кривой сейчас как-то в плату вышли, 46. Это с кишечной деривацией? С кишечной деривацией. А без дериваций, без кишечной? Я не считала. У меня просто не было целью этой работы. Ну, то есть 50 цистектомий, это с брикерами, с ортотопами? Да. То есть... Сколько из них нервосберегающие? Очень мало, очень мало. Я в процентном отношении не посчитаю. Тут продемонстрировано было около 10%, я считаю, что, наверное, меньше. Очень ограниченному числу пациентов. Как правило, это молодые пациенты, а 80% наших пациентов – это пациенты старше 65 лет. Вот с Евгением Валерьевичем, наверное, не верим вообще в неразбережение при выполнении цистектомии. Да, я когда гляжу, как вы с Александром Константиновичем в лимфодисекцию делаете, да вы выносите все гипогастральные сплетения, которые могут в чем-то подобном участвовать. Ну, отчасти, возможно, у нас с вами была пациентка, я еще в ординатуре училась, которой мы тогда выполнили органсохраняющее лечение с функцией «сохранили яичники, матку» с целью репродуктивной функции. К сожалению, по отдаленным результатам пациентке до сих пор забеременеть не удалось. Но, с другой стороны, гормональная функция у этой пациентки сохранена, потому что на тот момент ей было всего 31 год. Нет, но сохранение эрекции возможно и когда полное удаление полного комплекса идет, потому что эрекция связана больше всего с космосом, и почему она возникает или не возникает, это не всегда нам известно. Остановитесь. Пятница, вечер, не надо брать космос. А по поводу нервозаберегающей цистектомии у нас есть такой опыт? Ну, это на моей памяти три пациента, и у двоих из них успешный опыт. Девчонки, говорить про женщин цистектомии, тут тоже надо договаривать локализацию опухоли. То есть, если мы говорим о сексохраняющей цистектомии у женщин, то это тоже очень узкий подбор пациентов. Это унифокальное поражение, локализующееся вне треугольника лету, это передняя стенка или дно мочевого пузыря. Только в этой ситуации можно выполнять сексохраняющую цистектомию у женщин. То есть, это тоже такая очень редкая ситуация. Вы имеете в виду цистектомию с ортотопической деривацией, да? Спасибо, Мария Владимировна. Мы продолжим. Вячеслав Геннадьевич. Спасибо, Марина Владимировна, за доклад. Цистектомия – тема такая необъятная, можно очень много обсуждать и очень много хотелось задать этих вопросов на самом деле. Нашему пациенту мы выполнили в итоге цистектомию, мы его уговорили на эту операцию. Можно видео включить, пожалуйста? Гистологически мы получили низкодифференцированный рак. В второй стадии было удалено порядка 29, по-моему, лимфоузлов у него без метастазов. И следующий вопрос, который мне хотелось бы задать Сергею Александровичу. Нужно ли этому пациенту было выполнять неодювантную химиотерапию? Или одювантную, может быть? Как Вы считаете? Конечно, неодювантную нужно. Мы выяснили при стадировании, что там высокая вероятность Т3, местно распространенного процесса, да и, в общем-то, мышечная инвазия – это показания для неодювантной терапии. Лимфоузлы были не увеличены, да? Лимфоузлы были не увеличены, но они потом негативные, конечно, пришли. Не увеличены были, нет? Ну, да, неодювантная терапия. Я думаю, пока Асиат Исаевна собирается выходить для следующего доклада, чтобы рассказать нам о преимуществах неодювантной и адювантной химиотерапии, мы спросим у коллег. Да, я хотел бы, да, еще у коллега Евгения Валерьевича, может, спросить, как Вы считаете, нужно ли пациенту этому было выполнять неодювантную химиотерапию? Или, может быть, адювантную? Нет, однозначно, неодювантная химия показана и необходимо проводить по всем рекомендациям. Другой вопрос, что, опять-таки… Ну, у него Т2, то есть у него Т3 не было по ТУРу. Мышечный инвазивный рак мы обязаны перед цистоктомией проводить. Просто есть данные о том, что при второй стадии преимущества теряются неодювантные химиотерапии? Нет, строгая рекомендация Европейской Ассоциации, что перед цистоктомией мы обязаны проводить неодювантную химию. Но это на 15%, ну, так, максимально 15%, повышает результат пятилетней цистоктомии. Поэтому однозначно. Другой вопрос, что мы в своей практике очень часто сталкиваемся с пациентами по социальному статусу или по каким-то другим статусам, которые не могут перенести химиотерапию. И Ваш пациент, как раз попадая в ту категорию, я думаю, что если он уехал, ну, во-первых, он не смог бы эту химию получать, ему надо было на вертолете туда-сюда прилетать. Он переехал, в итоге он переехал, как бы перед цистоктомией он переехал. А, переехал, ну, то есть, значит, мог получать. А так, при наспидах, к сожалению, у нас мы сталкиваемся с ситуацией, что пациент, ну, по каким-то причинам не может ее получать в том правильном варианте, как должно быть. Ну, плюс еще, ну, мы уже обсуждали сегодня, что цистоктомия может быть выполнена по жизненным показаниям, источник парафозного кровотечения. Тогда уже речь не идет о химиотерапии. Но я всегда тоже с коллегами дискутирую, что даже если у пациента кровотечение, в конце концов, можно эмболизацию сделать в поздорных артерий суперселективной и все-таки взять его на эту химию, потому что это действительно... А тогда смысл химии? Она все равно подействует, эта химия. Все равно там много коллатерали, но, по крайней мере, вы кровотечение становите. Ну, это так, тоже в ромках дискуссии. Я тоже тут сейчас вспомнил один случай. Я тут недавно открыл глаза нашим химиотерапевтам, как выяснилось, наши химиотерапевты не знали, что карбоплотин не применяется для проведения неодъювантной химиотерапии. То есть мы отправляем им пациента, они говорят, нет, тут цистоктомия, тут подождет пока к цисплатину, он не подходит, а вот карбоплотин мы ему назначим. Я раз так думаю, ничего себе. Ну, выяснили, разобрались и просто расставили точки на местах. Если кто вдруг не знал, мало ли, то имейте в виду. Можно один короткий комментарий? Возвращаясь к рекомендациям 2021 года, которые сейчас только доступны, к сожалению, 2023 пока нет. Если пациенту не провели неодъювантную химиотерапию, мы всегда можем провести одъювантную химиотерапию данному пациенту. Преимущество, по-моему, будет порядка 8% общей выживаемости у данных пациентов. Вопрос, чтобы он был реабилитирован к тому, чтобы получить эту неодъювантную терапию. Да, не всегда. Спасибо. Ну, а поможет разобраться нам в этом вопросе, в вопросах одъювантной и неодъювантной терапии Сиат Исаева Тикеева. Продолжение следует...